ВИБА 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 А что курили дизайнеры? Член, причем большой член ВИБА ВИБА Как вы видите его покрасили Прям по грязи Давайте попрощаемся, одна из моих машин Уезжает на аукцион, потому что она попала в аварию Тут тонировка запрещена И за тонированный автомобиль достаточно жесткие Карательные функции Поставили на мустанг и как оказалось В последствии он был мертвым Но это песня Всем привет, похоже что мне пора уже придумывать Какое-то свое оригинальное приветствие Ну а пока так Эта неделя у нас выдалась не урожайная На какие-то редкие, даже интересные модели автомобилей Но тем не менее у нас есть что вам показать Знакомьтесь Бьюик Риата Музыка 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 Перед дизайнерами стояла задача Сделать стильный и современный автомобиль Получилось ли у них это сделать? Ну это уже отдельный вопрос Тот факт, что на данное время Бьюик успешно продается лишь только в Китае Говорит наверное сам за себя В те годы дизайнеры по всему миру ударились в поиски каких-то новых интересных решений в плане дизайна Даже в СССР было очень много моделей Достаточно интересных, необычных, нестандартных, но которые так и не увидели свет В отличии от этого Бьюика, который все-таки пошел в серию Музыка Музыка Тут можно было бы задать традиционный вопрос А что курили дизайнеры? Но не задается этот вопрос Во-первых, потому что в те времена Трава в Калифорнии была нелегальна И ее не долбили так много И усердно, как это делают сейчас Во-вторых, ну тут нет ничего Такого, к чему можно было бы Применить это определение Ну вот вообще никак Почему такой вывод? Тут видно, что дизайнеры особо не заморачивались Они взяли обычный седан И нахлобучили сверху Часть от купе Лишнее тому доказательство Вот это вот огромное стекло заднее И вот это вот пространство Которое явно было предназначено для второго ряда сидений Они пристроили сюда вот эту пару бардачков Чем еще примечателен именно этот автомобиль? Тем, что он сохранился в оригинальном состоянии Его не красили, ничего внутри не меняли Тут ничего не делалось по сути Слегка облезли двери При взгляде на вот это вот огромное заднее стекло У меня возникает стойкая ассоциация с Тойотой серой Судьба этих автомобилей в принципе похожа Та тоже выпускалась всего лишь 2 или 3 года Но у той хотя бы был дизайн поинтересней И крыша была полностью стеклянная Мотор тут более чем стандартный 3.8 General Motors Чего такого примечательного тут нет Не считая пожалуй вот этого фонарика Который сохранился наверное годов с 50-х Если не раньше Панель приборов у нас тут электронная Как было модно в те годы Когда был выпущен этот автомобиль Обратите внимание тут похоже даже Сохранился оригинальный прикуриватель После такого вот краткого обзора Мы можем констатировать то что Этот автомобиль в принципе Интересен только своей редкостью Ввиду ограниченного выпуска Не более того Но тут есть одна интересность Его владелец Владелец этого автомобиля Владеет еще и дилерской Торгующим поддержанными автомобилями Его где-то порядка 100 автомобилей Причем достаточно свежих годов 2013-2018 года И когда я у него спрашиваю Слушай ну почему ты ездишь вот на этом Он говорит а зачем мне его менять Я езжу на нем почти 30 лет Я к нему привык Но у меня нет комментариев По этому поводу Но может быть Тут дело в том что Но опять же я сразу говорю это та версия Которую я за сколько купил За столько и продаю По словам Педро Название Риата На мексиканском испанском Обозначает член Причем большой член Может быть поэтому Владелец этого автомобиля Не хочет с ним расставаться Но опять же повторюсь Это по словам Педро Музыка 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 Самое сложное к чему трудно привыкнуть на самом деле Это к тому что сейчас мне нужно не только делать свою работу Но и показывать вам какие-то интересные случаи жизни нашего автосервиса Вот сейчас как раз таки такой случай На первый взгляд все стандартно Это мотор Chevrolet 5.3 литра Совершенно стандартной болячкой У него перестает работать какой-либо из цилиндров По причине того что у него выходят из строя гидрокомпенсаторы Но это где-то случается процентов 50 наверное всех случаев Поэтому говорить об этом как бы и не было смысла на первый взгляд Если бы не одно но Этот двигатель пришел к нам после капитального ремонта По словам владельца он как заехал на ремонт с этой проблемой Так с ней же и выехал Но оплатил счет за капитальный ремонт своего двигателя Как сделали этот ремонт я вам сейчас покажу Насколько я понимаю мотор даже не разбирали Гидрокомпенсаторы стоят старые Направляйки для гидрокомпенсаторов тоже старые Но мотор покрашен Серая красочка она везде Красили мотор даже не снимая Потому что покрасили проводку Покрасили вот там я думаю Хорошо видно Краска летела во все стороны Здесь есть не до конца прокрашенные места И как его покрасили этот мотор Как вы видите его покрасили Прям по грязи Особо не заморачиваясь тем Чтобы как минимум отмыть мотор Вот дунули с керхера Дунули баллончиком сверху Решили что это и есть самый что ни на есть Настоящий капитальный ремонт двигателя Но покраской одного лишь двигателя дело не ограничилось Они еще покрасили их Спускной коллектор Явно видны следы краски Раз уж я завел речь об этом двигателе То в принципе мы его лечим стандартно Мы меняем гидрокомпенсаторы естественно с обеих сторон Направляющими Вот у нас тут уже даже готовые комплекты есть Мы меняем вот эту центральную панель В ней находится блок соленоидов Которые отключают какое-то количество цилиндров Ну типа такой способ экономии топлива Когда допустим машина двигается по фриваю С определенной скоростью У нее отключается половина цилиндров И машина едет лишь на оставшихся четырех Ну типа такой вот способ экономии топлива Может быть я вас удивлю конечно Но я скажу что Такого плана работы здесь Это не нечто из ряда вон выходящее А как раз таки стандартная ситуация На этом я закруглю историю с этим мотором Думаю это будет лишним уже снимать и показывать Вам процесс сборки этого мотора Тут в принципе и так все понятно По ценам что хотел бы сказать Центральная панель стоит 360 долларов Мы ее покупаем только у дилера Только в оригинале Также мы покупаем у дилера и в оригинале Гидрокомпенсаторы и направляйки для них Направляйка стоит в районе 17 долларов А один компенсатор в районе 19 долларов В принципе это все что я хотел сказать по поводу этого мотора А да если вы будете в Лос-Анджелесе И вам нужно будет сделать капитальный ремонт двигателя Обращайтесь мы вам дадим адрес сервиса Где делают такой великолепный капитальный ремонт Я думаю они даже вам подберут краску Того цвета который вы захотите Хотите розовый мотор Будет розовый Ну что идем дальше все же Дело с полицейским фардом наконец-то сдвинулось с мертвой точки И это не может не радовать Дело с полицейским фармом Дело с полицейским фармом Дело с полицейским фармом Дело с полицейским фармом Так как у нас был конкурс Где я спрашивал сколько мы заплатили за покраску двери и крыши Мы сейчас спросим Чтобы разрешить все споры Добавил с ямиком Добавил с ямиком Добавил с ямиком Как много мне заразил за это? 500 долларов Для скуки Для скуки Для этого автомобиля И скуки все блоги Для скуки Это очень легко для тебя скуки? Да Это хорошо Это очень полезно для меня А что нам еще осталось сделать, это чуть-чуть подождать и отполировать свежепокрашенные детали, потому что сейчас полировать их смысла нет, но кузов уже остальной уже отполирован. Попрощаемся. Одна из моих машин уезжает на аукцион, потому что она попала в аварию, у меня есть арендованная машина, и вот сейчас она уезжает на аукцион. И это будет не Кобарт, это иншуринсный аукцион. Если мы уехали из страны, в которой родились и выросли, то это не значит, что мы не следим за происходящим там. Но я говорю, по крайней мере, за себя. И я слышал, что в России вроде как собираются разрешить тонировку. И отсюда идет у меня сравнение, как здесь и как там. Дело в том, что тут тонировка запрещена. И за тонированный автомобиль достаточно жесткие карательные функции. То есть это усмотрение инспектора, либо же просто предупреждение, либо же это штраф, ну либо же есть такая функция, типа устранить неисправность. Но ты не можешь ее устранить на месте, ты должен снять тонировку, подъехать в DMV, аналог ГАИ, отстоять там очередь, часа два-три как минимум. И специальному инспектору продемонстрируешь, что тонировки на твоем автомобиле больше нет. После этого с тебя снимаются ограничения, и ты можешь дальше ездить. Ну, можешь ехать, опять тонироваться, как вариант. Потому что без тонировки, на самом деле, тут очень плохо, потому что здесь солнце палит, ну, практически 365 дней в году. И так как это пустыня, она реально просто вот выжигает, особенно через стекла автомобиля не тонированные. И народ делится на три категории, так как они выходят из положения. Первое, это, естественно, забивают болт на все это дело и простонируются. Второй вариант, используют всякие подручные средства, которые вешают на стекло. То есть, это какие-то куски картонки, это полотенца, это еще что-то лепят непонятно, где-то я видел даже шляпы, которые прикладывают. Потому что вот этот козырек, который вроде как призван защитить от солнца, но его, конечно же, мало, и он не закрывает. Особенно, когда солнце садится, или когда солнце всходит, то еще то удовольствие. Ну и третий вариант, которые как бы ездят не тонированные и просто вот мучаются. Я не знаю, как они все это переносят. Тут очень много корейцев, японцев, те ездят постоянно в шляпах, то есть в машине они в шляпах, в перчатках, в шарфах каких-то закутанных очки, в пол лица. А сейчас проекты. Те проекты, которыми мы занимаемся в свободное от работы время. Сейчас я буду заниматься полицейским пардом. Как вы видите, он уже покрашен у нас, покрашен белый цвет, то что мы хотели. Двери, крыша. Он еще пока не отполирован, потому что свежая краска, ее нет смысла полировать. Нужно выждать время, буквально два-три дня, ну может быть максимум неделю, потому что мы-то в принципе никуда не спешим. И он заблестит. Также я поменял вот этот фонарик. В таком состоянии он у нас был. Это пластиковая была крышка. Сейчас тут стоит стекло и он сейчас работает. По салону. Панель приборов я собрал на место, ничего не найдя под ней. Как вы помните, мы искали какие-то обрывы, божепорождение, проводки. Ничего этого там нет. Мы поменяли вот этот значок порт. Он был слегка в краске и Глеб как-то вот очень настойчиво просил, чтобы он был поменен. Но мы его поменяли. Качество покраски, ну что тут можно сказать? Я не буду долго говорить ничего по этому поводу. Давайте сделаем так. Возьмем шкалу пятибольную и оценим качество покраски где-то на трое. Два с плюсом три. В принципе, у нас и не было задачи такой, чтобы это было прям все идеально. Нам нужен был белый цвет. Покрашены в черный цвет у нас колесные диски. На них одеты уже колпаки. Причем, как вы помните, задача была, чтобы стояли именно родные колпаки. План работы у меня сегодня с ним следующий. Продолжим поиски проблемы, которые у нас присутствуют по проводке. Если ничего не найду, то придется вызывать электрика. Пока я писал подводку, мне привезли датчик. Датчик расхода воздуха. Я заказал сюда еще один, потому что, как вы помните, отсюда мы датчик взяли, поставили на мустанг и, как оказалось впоследствии, он был мертвым. Но не мустанг, а датчик, я имею в виду. Поэтому я заказал еще один. И да, это опять бренд Hitachi. Уважаю я японское качество, но что уж говорить. Раз уж я упомянул японцев, то хотелось бы слегка расширить эту тему. Но не японскую, а японских автопроизводителей. И рассказать о том, как у них тут обстоят дела. Допустим, Toyota. Toyota тут лишена своей лучшей, топовой линейки моделей. Таких, как маркообразные, то же самое, крауны. Тут отсутствуют все его модификации. То же самое касается и минивэнов, таких как Noach, Voxy, Highs. Такая же ситуация, в принципе, и с Nissan. И да, кстати, у Nissan тут самая популярная модель, это Nissan Altima. Не знаю, с чем это связано, но это факт. Mitsubishi, но об этом говорить вообще не стоит, потому что они тут крайне непопулярны. Subaru. Но Subaru это отдельная история. Они представлены тут, но крайне скупо. И покупают их наверняка действительно истинные ценители и любители этого бренда. Ну что, прокатимся с нормальным сенсором. Полицейский Ford у нас ездит. Ну это песня. Не, на самом деле, вот, чего прикольного в такого плана в машине, это то, что она едет вот как просто огромный такой барахун. Блин, приятно. Да, бой! Симон! Или работаем, блядь, сука! Сступило время подвести итоги импровизированного конкурса, который я бил в прошлом выпуске. И тот, кто правильно ответит, получит от меня вот этот номер. Кстати, о номере. Это не простой номер. Это номер с машины Бритни Спирс. Точнее, это не номер. Это табличка, которую дилерские вешают на те машины, которые они продают. И на которых покупатель ездит, пока ему не придут обычные номера. Как она ко мне попала, я, конечно же, расскажу, но позже. Почему я этого не делаю сейчас? Да просто потому, что я не хочу, чтобы история была неполной. Я хочу, чтобы человек, который мне дал этот номер, сам на камеру рассказал историю этой таблички. И увидев его, вы бы поняли, что это реально. Как вы помните, в прошлом выпуске я задал вопрос, сколько же нам обошлась в итоге покраска полицейского Форда. Читая комментарии под видео, я все больше и больше вижу, какие у нас замечательные подписчики, то есть вы. В комментариях поддержка, позитив, то, что дает эмоции продолжать дальше делать выпуски. Спасибо вам огромное, ребят. Ну, а теперь победитель. Итак, первым был у нас Влад Диктёв. Он первый и правильно назвал сумму. Ту, которую мы заплатили за покраску полицейского Форда для Глеба Тиви. Свяжись со мной в Инстаграме или ВКонтакте. Я отправлю тебе этот номер, который ты выиграл. В последнее время все чаще и чаще вы мне задаете один и тот же вопрос. Где я родился? Где я жил до того, как переехать в Лос-Анджелес? Ну и, собственно говоря, как вообще получилось так, что я переехал жить в Лос-Анджелес? Ну, так как проведение конкурсов на нашем канале вам, в принципе, понравилось, отсюда следующий розыгрыш. И вот эти часы я отправлю тому, кто первый и правильно назовет город, в котором я родился, вырос, из которого я приехал сюда. И вы знаете, что ваше мнение для нас очень важно. Отсюда следующий вопрос. Если вы считаете, что история моего переезда сюда будет вам интересна, то пишите в комментариях. Да или нет? Если да, задавайте вопросы, что вам было бы интересно услышать именно от меня. Я постараюсь честно и откровенно ответить на все ваши вопросы. А ты проверил историю машины? Нет? Ну, я же говорил, сначала проверка, а потом уже только мне звонили. Не секрет, что тех, кто разбирается в автомобиле, часто просят друзья, знакомые, клиенты подъехать и осмотреть был автомобиль, который они хотели бы купить. Но с помощью телеграмм-бота Авинфомбот вы сами можете отсеять большую часть сомнительных предложений. Работает он крайне просто и эффективно. И с его помощью можно проверить любой автомобиль, который вы присмотрели. Берете ВИН или госномер автомобиля и отправляете боту. И получаете всю информацию о ДТП, залогах, ограничениях, объявлениях и даже историю продаж. Ну и это еще не все. Отправляете боту телефон продавца или фотографии с объявления и видите все автомобили, которые он продавал ранее, включая соцсети. Да, теперь можно найти владельца ВКонтакте по фото или телефону. Помимо бота есть еще сайт связанный с ним, который собирает со всех популярных сайтов о продаже автомобилей свежее объявление и может присылать оповещение. Этот сервис существенно сэкономит ваше время и средства потраченные на сомнительные варианты. Этого времени с лихвой хватит на то, чтобы стать счастливым обладателем автомобиля своей мечты. И да, вот поэтому промокоду, который будет вот тут, вы получите скидочку 30% на месячный тариф. Подписка на весь сервис АВ-100 плюс АВ-Инфобот с неограниченным количеством проверок составляет 1250 рублей в неделю и 2500 рублей в месяц. Смотрим на кузов, который подозрительно смахивает на УАЗик УАЗик Буханку ну, либо же наоборот не суть. Подходим к мотору, который у него расположен сзади. Тут у нас воздушное принудительное охлаждение, тут у нас карбюратор, трамлер, все как надо. И в итоге получаем гибрид УАЗика с запорожцем по цене нового Мерседеса. Круто! Ну, эта девушка в представлении не нуждается, но для тех, кто не видел ее в наших выпусках, ее зовут Марина и она владелец школьного автобуса. Как вы видите, она не ограничилась только школьным автобусом, она еще владеет вот этими вот прекрасными автобусами. Привет! Марин, скажи, откуда дровишки и почем? Дровишки к нам приехали из солнечной Бразилии, это бразильянки у нас. Цена. Цена? Дима, почему тебя интересует цена в все время? Давай поговорим о том, какие они красивые. Я думаю, не только, я думаю, что не только меня, я думаю, и всех наших подписчиков, зрителей тоже этот вопрос интересует. сколько ты, блин, отдала за одну штуку вот этого? От 40 до 60 тысяч долларов. Вы это слышали? Я не буду комментировать. Вот просто не буду. Зачем они тебе нужны? Я хочу подключить. Если вы видите эти криво стоящие колеса на Volkswagen, это значит только одно. Наступило время нам с вами прощаться. Субтитры сделал DimaTorzok